Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет! С вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на электронной книге Pocketbook Pro. Приступим. Для начала необходимо отщелкнуть заднюю крышу. Отщелкиваем. Теперь необходимо открутить винты. Их довольно-таки много. Откручиваем. Первое, второе открутили. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Открутили. Теперь откручиваем винт аккумулятора. И вытаскиваем сам аккумулятор. Вынули. Теперь отщелкаем верхнюю часть корпуса. Отщелкнули. Там находятся три винта. Их тоже необходимо открутить. Откручиваем. Открутили. Теперь отсоединяем. Два шлейфа. Первый. И второй. Они легко отсоединяются. Ничего сложного нет. Отсоединяем. и откручиваем последний винт корпуса. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть сам корпус. Он отщелкался по бокам. Это делается несложно. Желательно, если вы можете приобрести лопатку обычно, она стоит дешево. Либо медиатором можете отщелкнуть корпус. Аккуратно отщелкиваем по бокам. И снимаем заднюю крышку. Сняли. Далее нам необходимо демонтировать печатную плату из корпуса. Для этого необходимо открутить еще пару винтиков. Откручиваем первый. Второй. Отсоединяем шлейф дисплея. Отсоединяем. И снимаем печатную плату. Потихоньку вытаскиваем. Все. Плата снята. Вытаскиваем дисплей из корпуса. Он немного приклеен, но он снимается довольно-таки легко. Все сняли. Далее необходимо демонтировать рамку дисплея. Она металлическая. Она приклеена к дисплею. Отклеить ее тоже несложно. Отклеим. Все. Отклеили. Далее из дисплея необходимо снять металлическую пластину. Она легко снимается. Все сняли. Все. Разбитый дисплей. Убираем в сторону. Теперь нам необходимо установить новый дисплей. Берем новый дисплей. И делаем все в обратной последовательности. Устанавливаем дисплей в рамку. Установили. Устанавливаем заднюю пластину. Все это защёлкиваем. Делаем аккуратно, так как дисплей на электронных книгах очень нежный. Не разбейте его. То есть должно все сесть четко. Если где-то не сядет четко, когда вы будете прижимать, он может лопнуть. Далее дисплей устанавливаем в корпус. Устанавливаем. Устанавливаем печатную плату. Устанавливаем ее с нижней части и как бы вставляем. Прикручиваем сверху два винта, которые мы открутили ранее. Первый. и второй. Далее защёлкаем шлейф дисплея в разъём. Вставили и защёлкаем. Все. Теперь устанавливаем кнопку корпусную. Установили. Теперь защёлкиваем сам корпус. он защёлкивается. Он защёлкивается. Довольно-таки легко. Тут сложности у вас никаких не должно возникнуть. шлейфа. Теперь необходимо закрутить все винтики. Ставить шлейфа. Первый. И второй. закручиваем. Теперь закручиваем винтики. Закручиваем. Сверху три винтика надо закрутить. Закручиваем. Закручиваем. Теперь защёлкиваем саму заднюю крышку. Задняя крышка держится на двух винтиках. Также прикручиваем два винтика с задней крышки. Первый. И второй. Закручиваем. Теперь закручиваем остальные винтики. Первый. Второй. Второй. Третий. Четвёртый. Пятый. Шестой, седьмой и восьмой. Далее устанавливаем аккумуляторы. Установили. Необходимо его прикрутить на один венчик. Прикрутили. Закрываем заднюю крышку. Она довольно-таки тугая. Все. Мы заменили. Экран на электронной книге Pocketbook Pro. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!